Итак, дорогие друзья, наши интересные, увлекательные, как всегда, содержательные заседания в Тверском суде, они продолжаются. И завтра у нас продолжаются прения. Будет произносить свою, я в этом не сомневаюсь, хорошую, емкую и краткую речь Парфенов Валерий Николаевич и Кирилл Владимирович Барабаш. Ну и я постараюсь их тоже дополнить в части касающихся. Мы будем настаивать на то, чтобы наших подзащитных, всех без исключения, тех, кто содержится под стражей незаконно уже почти два года, освободить прямо в зале суда из под стражей, это первое, и вынести в отношении них, безусловно, оправдательный приговор. И, кроме того, будем настаивать, чтобы председательствующий судья вынес частное определение о том, чтобы те, кто фабриковал это дело, кто шил его белыми нитками по, как мы можем предполагать, чему-то политическому заказу, были привлечены к ответственности. Ну и, конечно, нужно ставить вопрос о профессиональной пригодности и некомпетентности стороны государственного обвинения, потому что с какой стороны не анализировать это многотомное, казалось бы, с виду уголовное дело, это есть не что иное, как пустышка. Они телегу поставили впереди лошади, все перепутали, но и в точном соответствии с русской народной поговоркой поспешили и людей насмешили. Если они уже хотели, как им казалось, пресечь эту противоправную деятельность, которой так боится власть, ответственности своей, то надо было сначала запретить и ГПР ЗОВ, потом собирать какой-то, хоть какой-то дополнительный материал, но ничего этого не было сделано, поэтому с какой стороны не заходят выступающие, обвиняемые по этому делу, и в том числе мой коллега Чернышев, то в доказательной базе, а также в обвинительном заключении сплошные дыры, пустоты, несоответствия, юридические противоречия, которые не были устранены, к сожалению, на стадии судебного следствия. И завтра мы еще об этом будем говорить. Поэтому приходите, поддерживайте нас завтра, 19 июля в 12 часов в Тверской суд, город-герой Москва. Всем спасибо, благодарю за внимание, слава всем нам!